Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Напротив меня Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Его, собственно, «Особое мнение» мы сегодня и выслушаем. Олег, добрый день. Добрый день. На сайте «Кирова.ру» есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, сегодняшнее «Особое мнение» анонсируется с пятницы. У вас была возможность, и она по-прежнему есть, задать Олегу тот вопрос, который вас интересует и волнует. У нас сегодня широкий список тем. У нас и образование, у нас и бизнес. 31 августа сегодня, последний день лета. Грустно? Как у меня сегодня сын сказал, по погоде уже зима, листья желтые, как осенью, хотя бы календарю еще летом. Но с летом у нас проблемы в этом году большие, да. Сейчас надеемся на то, что хотя бы в сентябре, возможно, природа нам подарит несколько теплых денечков, по крайней мере, да. 31 августа одно из событий, которое не могу не вспомнить, привязанное к этому дню, это истечение срока договора аренды компании «Вятка Рос» с администрацией Кирова, аренды территории, которая известна в последние годы кировчанам как ярмарка на Комсомольской. Предприниматели продолжают стоять на своем, не хотим никуда бы то ни было переселяться. С завтрашнего дня они уже пообещали устроить голодовку. Запланирован пикет в Москве у администрации президента на конец сентября, по информации ранее появлявшейся. Позиция администрации тоже известна. На уступки она больше идти не намерена. Более того, уже заключен договор с подрядчиком, это Гордор Морстрой, на организацию парковки, вот эти пешеходные зоны на месте, ярмарки. Депутаты Гордона, как известно, выделили 5 миллионов рублей на эти работы. Но вот сумма контракта там... Только не из своего кармана. Ну, не из своего, да. Твое мнение по поводу противоборствующих сторон, их позиции, городской администрации и предпринимателей, и возможное развитие событий. Ну, я уже высказывал его в газете, что-то читал, наверное, назад. В колонке редактора. Да, в колонке редактора. На мой взгляд, самая основная проблема, большая беда вообще предпринимателей, особенно небольшого бизнеса, в том, что они рассчитывают, надеются на посредников, и играют на их условиях, соглашаются на пакеты, какие-то баладовки и так далее. Хотя априори понятно, что эти доводы не сработают. Это многократно уже было. Давай поясним кого-то. Я знаю, что Александр Викторович Перескоков, нынешний глава администрации, ну, то есть, брать его на слабо смысла нет. Это не тот человек, который там увидит под своими окнами группу предпринимателей с лозунгами и... Передумает. Передумает. Тем более, что в этом случае, в этом конкретном случае по ярмарке на Комсомольской много было копий сломано, много раз предупреждения выносились, и было говорено уже несколько лет, что ярмарка временная, постоянная она не будет, и это место запланировано по другим целям и задачам. Как это было сделано, ну, это сейчас как раз пытаются развернуть против администрации города, что и проекты не подготовлены толком, да, что показали просто там эскизы, не было согласования и так далее. Ну, то есть, технически это может быть... На прошлый день проект появился. Это было сделано криво. Но, в целом, я уверен, что ярмарки там не будет, и все те попытки, которые сейчас предпринимаются, там, аккетировать у администрации президента, они к чему хорошему не придут. Нужно действовать другим способом, другим путем здесь. Если вы хотите действительно сохранить свой бизнес, а не просто поиграть в чьи-то политические игры, на чью-то политическую репутацию. Особенно не говорю, не называю этих людей, потому что, ну, они прекрасно представляют, и все прекрасно представляют, о ком идет речь. Нужно идти и договариваться. Есть бизнес англусный, какой ни на есть, да, там, если вы ему не доверяете, ну, не доверяете, тогда закрывайте бизнес. Если доверяете, идите с ним и договаривайтесь с властями, чтобы вам предоставили место не дороже, чтобы арендная плата была не дороже. И такие места, насколько я знаю, предлагаются. Здесь уже одна сторона пошла на принцип, ну, и другая пошла на принцип. В результате закончится все фиаско для, естественно, не для властей. Для предпринимателей. Для предпринимателей. А чисто по-человечески тебе их не жалко? Вот они многие годы там работали, торговали, был спрос на их продукцию. Ну, жизнь меняется. Ну, поставить себя на их место. Ну, привыкли. Я не могу поставить себя на их место. Почему? Потому что, если мне говорят за год, что это место будет освобождено, я делаю планы на год. Дальше я уже планирую что-то другое. Я буду искать другое место. Буду искать возможность купить помещение для того, чтобы туда свой магазинчик перенести. Или уйти в другой бизнес. То есть я буду знать, что вот год отмерен мне еще, а дальше Бог его знает, как Бог на душу положит. И здесь не надо делать большие глаза, удивляться, а что это вдруг у нас решили бортомовить. Нет. Это было известно намного за годом. Если бы это было сделано внезапно, я еще понимаю, да. И таких предпринимателей, я первый встану, защитить их права. Но когда это предупреждается заранее, люди предупреждаются заранее, то, ребят, вы либо заранее выстраиваете отношения и договариваетесь, куда вы сможете перенести свои торговые места, либо рынок целый, да. Если же вы уперлись, то вам, с вами переговоры уже дальнейшие о предоставлении мест вести никто не будет. И в этом нужно отдавать отчет. Либо в политику играете, либо в бизнес. И третьего не дано. Вице-спикер областного законсобрания Михаил Курашин на прошлой неделе тоже в рамках особого мнения высказал предположение, что торговцы стихийно переедут вот через улицу Комсомольскую, в квартиру к зданию. Ну и что и будет их в полиции гонять. Где раньше были. То есть это, знаешь, действительно игра, игры, игрища. Предпринимателю это надо? На мой взгляд, предприниматель нормальный и должен думать о том, чтобы у него был доход, чтобы к нему шли покупатели, он должен объявление за год и вывесить, что мой ларек, киоск, возможности найти там-то, там-то. После 31 августа это делается? Делается все с точностью да наоборот. Они сами загоняют себя в такую ситуацию, из которой просто выхода потом не будет, понимаешь? Потом откажут даже в тех местах, которые сегодня еще предоставляют. Я не то, чтобы защищал администрацию города Кирова, потому что они тоже действуют несколько хаотично и стихийно, и непоследовательно. Конечно, когда они шли на уступки, еще продлили, продлили, продлили. Да, да, да. И тем самым создали впечатление, что это будет вечно, что на уступки они будут вечно идти. Нет. Ситуация изменилась. И жизнь меняется. Меняется формат торговли. Это нормально. Когда киоски уходят с улиц города, они должны остаться в другом формате. Если они остаются в том же формате, в котором были, если они продолжают торговать перчиками, «До свидания», такие киоски больше мне нужны. Нужны киоски, которые торгуют мороженым, которые торгуют продуктами первой необходимости, причем сделанными здесь же, в этом месте, а не купленными и привезенными из других регионов. Такие продукты, такие товары есть в любом супермаркете. Зачем они здесь? Не понимаю. То есть мне очень нравятся те форматы, когда несколько киосков стоят. В одном ты можешь купить колбасу от производителя, в другом хлеб от производителя. Я с удовольствием больше, чем магазин, пойду в эти киоски покупать. Но когда мне предлагают какое-то фуфло, какую-то газировку и сигареты купить в киоске, грубо говоря, так зачем нам нужно на улице, вот есть магазин. То есть абсолютно не понимаю. Для чего? Не попытаются ли эти предприниматели с ярмарки занять места напротив магазина «Автобан», где анонсирована торговля со своих приусадебных участков? Несколько десятков местных предоставленных бесплатно. Будет это отслеживаться администрацией, теруправлением Ленинского района. По крайней мере, они на себя такие обязательства взяли, чтобы там торговали. Именно продукции местных производителей, те самые бабушки, которые грибы собрали, продали, овощи вырастили, продали, консервы сделали, продали, цветы вырастили, продали. Те, кто будут торговать, перепродавать товар с базой, их, естественно, оттуда попросят. И единственное, что мне кажется, не совсем верным, и вот здесь, по идее, должны были высказаться те, кто покупал продукцию. Потому что, мы разговаривали, даже в редакции говорили, те, кто ездят на электричках домой из Кирова, на родину, или приезжают сюда по каким-то делам, и едут домой. Для них это, естественно, удобно. Они шли, покупали овощи, фрукты, покупали еще какие-то товары, ехали домой. Вот их нужно, тоже нужно учитывать, но если по те люди, вот эти люди, не предприниматели, которые предупреждались много же, многократно, именно эти люди пришли и сказали, нам этот рынок нужен, сохраните, пожалуйста, хотя бы какую-то часть мест. Вот тогда, я думаю, что администрация должна, вынуждена была бы прислушиваться, но это уже не произошло. Даже те подписи, которые собирали предприниматели, но они не сыграли свою роль. Сам проект реконструкции этой территории, опубликованный на прошлой неделе, все СМИ кировские, опубликовали на своих сайтах, в том числе в газете «Бизнес новости» в Кирове, эхо-кирово.ру. Сам проект реконструкции, как ты его оцениваешь? Никак, я посмотрю, что там будет. Не думаю, что на сегодняшний день количество парковочных мест недостаточно на вокзале, но учитывая то, что у нас количество автомобилей все время растет, то есть у меня не было такого, чтобы я приехал на вокзал, кого-то забирать, кого-то отвозить, отправлять, и мне бы не хватило парковочного места. Их хватает, но очень хаотичная парковка, нижняя парковка, какая-то она такая, неудобная, да? А вот то, что касается приличного сквера со скамеечками и зоной отдыха, вот это было бы здорово. И там пару киосков вписалось бы просто замечательно. Ну напомню, что две трети будет отведено как раз-таки от этой территории по парковку, 60 мест там планируется, и одна треть вот как раз под этот сквер. И будьте добры, власти прислушайтесь, все-таки сделайте там пару киосков торгующих как раз-таки водой, торгующих, может быть, какими-то фруктами, торгующих периодикой. Вот это было бы... Для меня еще вполне очевидно, вот эта ярмарка сама по себе, она закрывала, закрывает, по крайней мере, еще достаточно неприглядный вид вот этих зданий железнодорожных. Это все оголится. Не занесил ты разглядывая этот проект? Если снесутся, будут снесены деревья, не посажены новые, то я не видел проект, честно говоря, просто не смотрел, поэтому оценку дать ему не могу, и не знаю, и что там действительно в конечном итоге будет. Меня смущает еще то, что у нас часто декларируемые какие-то вещи, потом оборачиваются другие... Ну, то есть, одно дело, как это на бумаге выглядит, другое дело, как это реализуется, потому что на бумаге у нас есть подземный переход от торгового центра лета, что за недорожного вокзала. Насколько я понимаю, этим переходом сейчас не пахнет, даже в планах не стоит, поэтому... Чего сейчас гадать? Давайте посмотрим, что выйдет на самом деле из этих благих пожеланий. Ну, уже к октябрю, да, в октябре должна быть уже по-новому долгоустроена эта территория. Да, там сроки очень короткие. А окончательный срок все-таки уже весна следующего года. Это последняя черта. Вот, если помнишь, была большая гуза по поводу нестационарных торговых объектов напротив мэрии на углу Карла Маркса и Воровского, которые сносили и было очень много шуму и тоже сносили, в общем, там, вроде как предупредив заранее несколько раз, что у вас тут заведение там... Егорного толка. Сначала Егорное, их выгнали, потом были микрофинансовые организации, вроде как торговцы сказали мы уберем, но они сказали нет, до свидания, мы вас убираем, потому что здесь будет строиться библиотека Метакадемии. Как известно, библиотека Метакадемии, которую я помню, вот это купольное сооружение, проект был разработан биотином еще лет 15, наверное, назад, потому что 13 лет назад и никто строить не собирается, просто площадка очистилась. Плохо это или хорошо? Я не страдаю и думаю, что большинство населения города никак не заметило отсутствия этой площадки, потому что я не знаю, кто там покупал, что. Может быть, было пара человек, который там микрозайм убрали, но то, что с этого места, центрального места города ушли эти теремки, если бы там, я понимаю, если бы там, опять же, товары местного производителя можно было купить в этих ярмарках, это было бы супер. Может быть, тогда и власти городские задумались бы, надо ли это убирать. А в данном случае, когда там непонятно, чем торгуют и непонятно, что выдают, это, конечно, проще снести и сделать чистое поле. Библиотека не строится, зато строятся у нас жилые здания, как известно. Я перехожу к теме застройки, точные застройки, по поводу которой свое недовольство высказывают многие жители нашего города. Вот очередной адрес у нас появился, от Ленина 31, как известно, компания КЧУС начала там заведение 18-этажного жилого дома. Жители близлежащих домов, естественно, заявили свое неудовлетворение этим процессом. Начался сбор подписей, на прошлой неделе эту тему мы поднимали в рамках нашей программы Дневной разворот. Вот жители считают, что вместо дома лучше бы сделать пристрой к школе 24, которая там располагается. Места там для учеников категорически не хватает, но это одно из требований, под которым активисты собирают подписи. Они на прошлой неделе собирали в разных точках города. По-моему, формат был избран впервые до вечера, с 6 до 7. Эти подписи можно было... Эти подписи собирались. Также жители предлагают обязать мэрию размещать объявления о планирующихся стройках на подъездах близлежащих домов и ввести ответственность для чиновников за незаконную выдачу разрешения на строительство. Вот все эти требования активистов, ты считаешь, разумными. Что касается этого участка, участок очень интересный, имеет длительную историю. Как известно, на этом участке раньше были дома. Древянные. Старенькие деревянные дома, которые, прежде чем снести, нужно было расселить людей. Город отдал этот участок частнику, точнее, не частнику, а Кировской региональной ипотечной корпорации, которая расселяла людей. И, как ты помнишь, бывший генеральный директор Кировской ипотечной ипотечной корпорации Сергей Рылов как раз сейчас находится под стражей, отбывает срок наказания за расселение одной из квартир. Он взял просто деньги, дополнительные деньги с жильцов, положил их к себе в сель. За увеличение? Как-то... Площадь. Не очень удачно истратил, и потом, в общем, в вину ему это было обменено, и он сел. Вот. Это тот самый участок. Когда этот участок, город уже... Вообще претензии должны быть городу изначально, да, если вы передаете участок, то вы должны отдавать себе отчет, что потом придется из бюджета... Если этот участок, предположим, сейчас отдать под пристрой школе, это значит, те деньги, которые были затрачены частной организацией, сначала ипотечной корпорации, а потом она перепродала этот участок, к ЧУСу, вы должны будете возместить полностью к ЧУСу, а там уже строительство, значит, ты представляешь, какая сумма? И это сумма, которая ляжет премием на карманы всех жителей города, потому что бюджет города, он формируется там за счет НДФЛ, налога, который платим все мы. Часть, часть НДФЛ. То есть, вы хотите сейчас выложить там определенную сумму денег из кармана и отдать к ЧУСу за расселение этих квартир, а потом еще отдать часть денег на то, чтобы построить пристрой на этом участке. Не знаю, вот сейчас город подготовил, насколько я знаю, там в течение пяти лет проект, готовит сейчас проект, он уже на выходе, строительство типового здания школы, 14 школ. То есть, за пять лет должно быть построено в городе 14 школ. Дай Бог, чтобы он реализован был. И это гораздо эффективнее будет, чем сейчас мудрить и пытаться там на этом участке что-то пристроить. Но эти люди, активисты, жалуются на то, что это излишняя транспортная нагрузка на одной из самых основных местах и полиции. Мы всегда начинаем махать кулаками после драки. Я объясняю, чем это чревато. Естественно, добиваться того, чтобы извещали жителей близлежащих домов, чтобы были публичные слушания, именно публичные слушания. Но они есть, на самом деле. Публичные слушания есть, информация вывешивается. С чем мы столкнулись? Когда журналисты наши приходят на публичные слушания, они пустые. А вся возня начинается там, и политическая возня в том числе, когда уже фактически проект согласован, публичные слушания прошли, и тут вдруг находятся граждане, которые говорят, а мы не знаем, а мы не слышали, а давайте-ка все развернем. Но все развернем, это вот оборачивается тем, что значит платим все, то есть за эту музыку теперь все должны будут заплатить. Отлично. Это неправильно. То есть у города должен быть четкий план, что вот на этой территории у нас появится столько-то детей родится, да, и тем более мы знаем примерно демографическую ситуацию. Нам понадобится столько-то школ, столько-то классов, кабинетов и так далее. Вот этой стратегии не хватало на протяжении многих лет. Дай Бог, чтобы эта ситуация начала исправляться, но сейчас отменять стройку и говорить, ребята, мы на этом месте давайте все-таки пристроим к школе, построим, так не бывает. Что касается самой высоты или высотности этого здания, сколько там? 18 этажей. 18 этажей. Здесь тоже вопрос, историческая это часть города или нет. Я не являюсь специалистом, поэтому оценивать... Я согласен недавно к границам это историческая. Оценивать я могу, но кто-то же дал разрешение на 18 этажей. Компания КЧУС это не компания, там, кировский домостроитель или мой дом, который строит сначала 5 этажей, потом 8, потом 18. Ты основываешься уже на известных фактах. Да. То есть изначально выдано было разрешение на строительство 18 этажки. И еще раз говорю, не должна страдать компания, которая по-честному выкупила этот участок, начала строить жилье. Ответственность должны нести те, кто дали разрешение на это строительство. И наперед должен быть этот урок выучен. То есть должны публичные слушания быть публичными, должны пройти предварительные согласования, которые там... и в том числе там с жителями для слежащих домов, если того требуется. Но я думаю, что это все равно... И гражданам нужно самим учиться, учиться тому, что вот есть определенная стадия, на которую процесс можно завернуть, потом уже нет. Потом она уже вошла в активную фазу, да, можно завернуть, но мы будем все платить. Активисты в этом случае тоже оперируют прокуратуре, и прокуратура пытается действительно вникнуть в эти дела. Вот буквально накануне прокурор области Николай Журков заявил о том, что, ну, если не все факты выдачи разрешения на строительство будут проверяться, но, по крайней мере, прокуратура будет пытаться это делать. Выдача разрешения на строительство, на увеличение этажности, на пристрой, дострой и так далее. Это что-то сможет изменить? Какое-то в цивилизованное русло ввести все эти процедуры? Ну, я надеюсь, что да. Вообще, на самом деле, не обязательно для этого прокурору сидеть на всех этих правилах, как-то в заседаниях. Достаточно гражданской инициативы, достаточно самих граждан, которые будут ходить на публичные слушания, слушать, выносить в прессу. И эти процессы прокуратура все равно отсматривает публикуемые статьи, публикуемые сообщения на официальных там, сайтах, на сайтах официальных СМИ. И должна принимать меры. Можно обращение в прокуратуру так вот точно направлять и так будет разбираться и смотреть. Для этого не обязательно прокурору все время сидеть и просматривать каждое из принимаемых разрешений. У нас остается немного времени до перерыва, но я все-таки хочу затронуть эту обширную тему, тему образования. Все-таки завтра начинается новый учебный год. Но напомню, что этим летом областной департамент образования в числе подавляющего большинства департаментов получил статус министерства. Пост министра занял Александр Измайлов, пришедший на смену Анатолию Чурину, который руководил образованием в области аж с 1988 года. В школах в области в этом году будут обучаться 126 тысяч ребят, 13,5 из них это первоклассники, тысячи имеют 13,5. Среди новшеств внедрение федерального государственного образовательного стандарта уже в среднем звене, то есть это 5-6 классы, то есть это новые учебники, новые методики, учебники должны быть предоставлены бесплатно, вот за дополнительные материалы придется, видимо, платить. Родителям проблем немало. Ты пока с этим не столкнулся, я знаю, как это происходит, да, действительно, учебники бесплатные, рабочие тетради платные, но такого в порядок вещей. Родители это так, предпринимают, да, смирились с этим. Ты как родитель. Я считаю, не вижу ничего в этом страшного, потому что рабочая тетрадь, она индивидуальная, точно так же, как тетради всегда покупали, мельники всегда покупали, то есть она имеет одноразовое действие, ну, так построена система образования. Раньше этих рабочих тетрадей просто не было, если честно, не есть по всем предметам практически. Ну, проблемы у нас в образовании остаются из года в год одни и те же, то есть это недостаток финансирования, а в этом году, как известно, финансирование урезано, взят курс на омоложение педагогических кадров, учителя-пенсионеры должны уйти, при этом кадров катастрофически не хватает, знаешь, я сегодня зашел на сайт Министерства образования нашего, вернее, это информационно-образовательный портал Кировской области, так вот, там можно без труда скачать документ вакансии, там 439 позиций на сегодняшний день. Вот такова нехватка, то есть это Киров, районная область, впервые в этом году, в четвертом классе появится итоговая аттестация, видимо, ЕГЭ, да, будут по окончании четвертого класса ребята сдавать. У меня ребенок как раз был в четвертом классе, так как это школа государственная, то у них вот эти вот итоговые аттестации, она началась, то есть в ГОС, государственный образовательный стандарт шел много лет раньше, как экспериментально, да, проверяли, и эти тесты уже экзамены были, ничего страшного у них нет, в общем-то, они срезовые, показывают уровень знаний учащихся, ну да, нужно будет дополнительно, наверное, готовиться тем, кто валял в доме. Но это все преподносится с тем смыслом, чтобы вот с первых лет обучения уже впрягаться, что называется, да? приучить к тому, что есть итоговая аттестация, то есть это вещь, которая показывает не твою, не субъективную твою оценку, которую ты заработал по итогам года, потому что ты мог быть паинькой, у тебя мог быть слабый учитель, или наоборот, мог быть очень требовательный учитель, ты мог получать двоек, а по итогам года оказалось, что учитель тебя научил на пятерку, и эта работа показала. То есть это очень хорошо, когда не субъективно ставится оценка, а объективная, причем для всего класса, для всех четвертых классов страны. На твой взгляд, как главного редактора, как родителя, как педагога, в конце концов, по образованию, основные проблемы школы сейчас, и почему нам не удается их решить? Как раз перед эфиром почитал на ведомостях интересную колонку, где говорится о том, что по расчетам высшей школы экономики доля отзывов на образование в федеральном бюджете снизилась в 2012-2014 годах с 34 до 21%. В то же время в консолидированных региональных бюджетах, то есть на регионы переложилось, время выросло с 76 до 79%. Представляете, 79% региональных бюджетов уходит на образование. Прекрасно. На развитие, на дороги, на строительство каких-то объектов инфраструктурных практически ничего не остается. Все уходит на образование, здравоохранение, социалку. Это жутко. При этом констатируется о том, что по нашему региону добились того, что зарплата средняя учительская, среднестатистическая стала равна средней по региону. 22-23 тысячи. При этом сумма, которая выделяется на зарплату учителям, я бы сказал, изменилась несущественно по сравнению с тем временем, когда вышли вот эти майские указы поздняка в 12-м году. Зарплата была повышена в первую очередь за счет оптимизации штата. Это значит, что один учитель сейчас тащит две ставки, получает зарплату среднюю по региону, но он тащит две ставки. И это очень тяжело. Работа учителя требует колоссальной энергии. Не надо завидовать ребят, учителям, что у них два месяца фактически отпуск, потому что они, помимо того, что дети такие вампиры, высасывают достаточно большое количество энергии. Ты несешь ответ... Да. Энергетические ответы. Ты несешь огромную ответственность за то, как ты их научил. И с количеством вот этих вот срезовых, контрольных, их все больше. Но еще и огромное количество бумажной работы. Но самое грустное и печальное то, что сейчас по многим школам слышу, к началу учебного года подготовились, все замечательно. Некоторые ключевые вопросы, связанные с ремонтом, да, есть отделка внутренних помещений. Предположим, там сделали ремонт, сдали школу, оказалось, что крыша дырявая, и денег на нее нет. Или там стена разваливается, денег на нее нет. Школу приняли к учебному году. Хотя крыша должна быть ему в первую очередь. И отвечать за это будет директор, да, а денег ему не выдал кто. И директора бедные, ну, при каждой же школе есть там попечительский совет, какие-то родительские вот эти организации, которые уже на ремонт все деньги собирают. Ну, это вот ситуация абсурдная до невозможности. Или то, что, ну, это уже даже официально чиновники в муниципалитетах говорят о том, что на зарплату из бюджета муниципалитета положено только там на 10 месяцев деньги. Все остальное школы должны заработать. Как? Я понимаю, еще в городе могут заработать. Но в сельской местности попробуют заработать на родителях. А как в городе можно заработать? Ну, есть дополнительные услуги. Это кружки, подготовка. Залы предоставлены каких-то мероприятий. Нет, это в основном за счет образовательных все-таки услуг, за счет того, что есть там, платные кружки. Есть бесплатные кружки, которые положены, да, есть платная дополнительная. Дополнительный язык, дополнительная информатика, дополнительная подготовка к ЕГЭ. Ты хочешь, чтобы ребенок твой издал блестяще и поступил в лучшую Ты можешь к репетитору обратиться, можешь в школе заплатить И с твоим ребенком дополнительные часы будут заниматься И часть идет на оплату педагога, часть это фонд школы На то, чтобы зарплату заплатить педагогу, которой он в основное свое время занимался Я предлагаю все-таки не терять мысли У нас перерыв, строго нужно нам уйти на рекламу В середине часа, буквально пару минут, и мы вернемся в эту студию Напомню, что с особым мнением сегодня Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове Продолжается особое мнение, и сегодня это особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты «Бизнес-новости» в Кирове Мы начали ему до рекламы говорить о проблемах образования Предлагаю немножко продолжить Вот еще одна проблема, которая на поверхности Как известно, у нас вторая половина двухтысячных, если не ошибаюсь, это бэби-бэби-бум Связанный с выдачей материнского педагога в том числе И с волной подошедшей волнообразно рождаются дети, как раз подошло два поколения Соответственно, у нас в этом году ребята 2008 года рождения идут в школу, семилетки Как известно, у нас в последнее время много говорилось о курсе на то, чтобы ребята все учились в первую смену Потому что учеба в две-три смены она срывает многие планы и действительно качество страдает И вот в связи с этой рождаемостью, с повышением рождаемости, все, крест можно поставить на то, чтобы уйти Мы опять же не приготовились Сюрприз Не распланировали? Не распланировали Не предвидели? Так же, как с садиками не предвидели И в таком авральном порядке нужно было строить детские сады, открывать группы, возвращать за счет бюджетных средств здания Точно так же сейчас будет со школами Мы вот в Кирове пообещали, что будет в течение пяти лет 14 типовых школ построено Вопрос, понадобятся ли они, когда они будут выстроены То есть все равно пик рождаемости это пик рождаемости Материнский капитал федеральный 16-м годом закончился? Это даже не связано с материнским капиталом Это как раз волнообразное То есть после войны у нас бабы бумеры были в 60-е годы Потом они выражали в 70-е, ну и так далее То есть это волнообразный процесс И детские сады, которых сейчас мы открывали Они потом, часть из них придется закрыть Придется открыть кучу школ Причем с детскими садами, если тут можно вводить частные группы И частные детские сады открывать То с школами так не получится Школы все равно это заведение, которое должно работать по государственным стандартам И за государственные средства Не может быть Не может быть частные школы Чисто теоретически может быть И несколько частных школ все-таки у нас в городе есть, в гимназии Но массового характера это точно не будет иметь И сейчас, в этом году, у меня прибежка идет в первый класс В кировскую школу, и там 30 с лишним учащихся уже в классе В параллельной среде 5 классов, по-моему, сверх норматива И естественно, ни о каких занятиях под мусульману В ближайшей перспективе, в ближайшие несколько лет Речи идти не может Особенно при том, что как раз, да, 14-я школа Проблемная очень школа Тот микрорайон вообще, где есть 28-я школа Несколько государственных школ, в которые по месту жительства Попасть все-таки достаточно сложно Да, и недостаток в центре города, недостаток учебных заведений просто 22-я школа с театральной площади переехала на Горбуновой Здесь будет Вятская православная гимназия, тоже необычное учебное заведение Поэтому мы, как всегда, не приготовились и... Мы-то имеешь в виду, в первую очередь, власть Да, я имею в виду, в котором стоят Я не отношу себя к власти, но власть, мы же избираем этих людей, да Власть в Думу, они выбирают руководителя администрации, штат администрации И вот так получилось, что они приготовились Я думаю, что дело не в злом умысле, а в том, что у нас деньги уделяются по факту По факту у нас большое количество учащих сил И вот теперь мы можем запросить деньги на то, что из федерального бюджета нам дали софинансирование строительства школы До этого этого софинансирования не было, за свой счет школы нам просто было не построить Ну вот как-то так Ну давай на оставшиеся 5-6 минут, в целом я считаю, что недостаточное внимание образования уделяется на федеральном уровне Все-таки это обязанность такая Регионы-муниципалитеты платят зарплату учителям, но обязательство это государство высшего, на которое мы уповаем Рассчитываем, что предоставят нам услуги образовательные И был визит Натальи Цветьяк, зам... Ливанова Да, замминистра образования науки Ливанова И она высоко все-таки оценила Кировскую область с точки зрения образования И это действительно так И качество учителей высокое И ЕГЭ мы сдаем на очень хорошем, приличном уровне, ну за исключением испанского языка, да Вот, поэтому, конечно, школа у нас хорошая, но то, как организуется процесс, и в какие рамки загоняются учителя, и в какие рамки загоняются директора, это ужасно Ладно, про высшее образование, про создание опорного вуза не будем, в следующий раз еще как-нибудь поговорим Вот две минуты предлагаю уделить теме поиска и уничтожения санкционных продуктов и две минуты открытия в Кирове малых архитектурных форм И вот, давай, пару минут, как известно, продолжается процесс, в Кирове ищут санкционные продукты Шесть килограмм литовского сыра не так давно было найдено и уничтожено, больше вроде информации не появлялось о том, чтобы что-то нашли Твоё отношение к этому? Я... Давай на местном уровне, потому что если на федеральный выходить, то... Я прекрасно понимаю задачу государства, да, когда мы ввели эти санкции, ну, в нашей стране было санкции против продуктов из Евросоюза Шестого числа подлило на год? Да, там были политические основания и были основания экономические числа для того, чтобы поддержать наших производителей Для того, чтобы они могли нарастить количество продуктов, увеличить производимых Понятно, что многие продукты мы просто не умеем, у нас нет технологий, у нас нет оборудования, у нас нет климатических условий производить На том же уровне, что Франция, предположим, да, сыры и те же Но, как бы то ни было, не умрем Но вот то, что начало происходить сейчас с этими санкционными продуктами, это, конечно, попахивает бредом, честно говоря Когда там, вот этот сюжет известный, когда двух гусей давили трактором, сколько их взвели из солянки при этом, да, сколько времени задействовали эти полицейские, которые пришли, там, составили опись Так не доставайся же ты никому Да, и не доставайся ты никому, как будто у нас нет школ-интернатов, куда это можно было поставить А самый главный основной вопрос к таможенникам, которые это пропустили, ведь это наверняка продукты не те, которые вот уже пролежали там с прошлого, ну, собственно говоря, запрета Они были привезены каким-то другим способом И не частные лица их привезли с собой в кошелках, да, это были именно прямые поставки, официальные поставки, где у нас была таможена Вот это большой вопрос, почему сейчас ритейлеры, которые там благопристойно эти товары взяли, должны страдать А более того, зачем тратить такие гигантские сейчас деньги на то, чтобы изымать из оборота и выбрасывать фактически на свалку Ну, абсурд, ну, правда абсурд, как будто мы живем в какой-то сверх благополучной стране Стоится немного времени, в регионе в нашем продолжается открытие скульптур, ну, в первую очередь в областном центре за последнее время Во многом это делается с подачей главы региона Никиты Белых И вот конец августа у нас отметился двумя событиями на этом поприще 22 августа на пешеходном отрезке улицы Спаской Открылась скульптура под названием «Место встречи» «Барышня и кавалер под часами» По словам Никиты Юрьевича, это будет способствовать, опять-таки, развитию туризма И вот накануне в Александровском саду был открыт памятник авиатскому Квасавару Квасавар неожиданно для меня получил имя Василий Василий Квасавар Ну, тебя ж не Василий зовут, это не самый приятный Нет, просто, знаешь, из известного фильма «Эрха Василий Василий», «Эрха Василия Вася» Твое отношение к развитию этой отрасли? Малая архитектурная форма – это хорошо Мне очень нравится, как в Нижнем Новгороде это сделано, но там есть стиль Если это был на Большой Поповской улице Конечно, правда, давненько, в Екатеринбурге, вот я, более мелкий промежуток времени Я видел, как это в Европе делается В Европе, конечно, больше искусства, произведения искусства Там не обязательно люди, человекоподобные сидят Там может быть стул, например, гигантский, или там какой-то мешок, или что-то вот такое непонятное, абстрактное У нас все-таки абстракционизм, предвзятые отношения в стране Поэтому у нас все-таки больше такие какие-то вещи приземленные, что-то похожие на любви Понятно, понятно Что касается места встречи, 5 баллов, конечно, там были претензии 5 баллов из Пятик? Ну да, высказывались по поводу того, что вот там написано, что это Валерий Васильевич и Крепослов Ну, человек, как бы, действительно, приложил средства, приложил силы, сделал это, почему нет Что касается Квасовара, я сам памятник не видел, знаю, что его вырубили там достаточно быстро Я против временок, против, вот как раз, когда нет концепции Абы где-то воткнуть, это получается не очень хорошо Нужно все-таки продумывать место заранее, нужно заранее согласовывать эти дела А Александровский парк, просто сейчас Вятич, насколько я понимаю, там, ну, ухаживает за ним Взял джевство и поэтому Квасовара Васильев там загубили В любом случае это здорово, то есть дети будут фотографироваться Вопрос, насколько это, там, серьезный есть подход, да, и насколько это встраивается в общее полотно нашей городской инфраструктуры Малая архитектурная форма, в целом, я поддерживаю, я только за Они должны быть всякие, разные, главное, чтобы они соответствовали Вот в Йошкарле мне не совсем понятно, там, некоторые малые архитектурные формы Памятники, скульптуры, там, Пушкину и Гоголю, предположим, которые никогда в Йошкарле не были Никакого отношения к цареву как к Шайску не имеют У нас, по крайней мере, эта привязка всегда есть, прослеживается это Либо Квасовар, который, там, известен тем, что, да, назову ли его Ташлайдера Испокон веков Квасоварил, да, или это в стиле дымковской игрушки барышни Коваля под часами И то, что часы появились, под которыми можно встречаться, это вообще-то не было Вот мне очень нравится идея, она периодически звучит Устанавливать вот эти скульптуры не каким-то личностям, а какому-то событию посвященному Например, перед экзаменом Или профессии За пять минут до бракосочетания, например, с профессией Жалко, что памятник Корове, например, стоит на территории комбината, а не где-то на улице Да, это было бы точкой притяжения точно Многие бы хотели поддержаться ради счастья Завершается наше время Время программы «Особое мнение» Благодарю гостя Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове Меня зовут Владимир Сметанин Ну и, кстати, уже можем анонсировать разворот на бизнес Да, да, после завтра мы будем говорить о декоросах О том, как зарабатываются деньги на грибах, ягодах и травах Очень интересно, Олег Прохоренко, Светлана Зайнко Наш главный редактор в «Развороте на бизнес» после завтра с 11 На этом все Всего хорошего дня и завтра удачного начала учебного года До свидания